Мы будем переходить к выступлениям наших спикеров. У нас есть тайные гости. Мы точно знаем, что вы все будете рады их видеть. Первыми выступит Марина Литвиненко. Пожалуйста, аплодисменты. Путин и его окружение давно решили, что им позволили избавить тех, кто им не нравится, которые протекуют. Страх и насилие – это главные инструменты. Но нам нужно добиваться справедливости и наказания для убийц. И за это борется Марина Литвиненко, писательница и жена Александра Литвиненко, убитого агентами российских спецслужб. 24 февраля прошлого года наша жизнь разделилась на «до» и «после». Путин начал войну против Украины. Но войну против своего народа он начал гораздо раньше. В 1999 году взрывы домов. Многие сотни убитых русских людей, детей. Вторая война в Чечне. Этим самым он начал свой срок. Президентский срок. А после этого он начал войну за умы российских граждан. Начали закрываться независимые телевизионные каналы. Стали закрываться газеты. Были убиты независимые журналисты и оппозиционеры. И наступил такой момент, когда в России люди стали верить тому, что говорили по телевизору. И тогда Путин и его окружение поняли, что они могут начать большую войну. 2008 год. Война в Грузии. Это была проверка всей международной коалиции на реакцию на то, что Путин будет делать. И все это проглотили. В 2014 году началась война в Украине. И реакция была практически такая же. И все то, к чему мы пришли сейчас, это война, которая коснулась всех нас. Никогда до этого я не видела такое количество людей на митинге здесь. Со стороны именно российской общественности. Со стороны русских людей, которые живут здесь в Лондоне. Это очень страшно оказаться в другой стране. Без ощущения, а возможно ли вернуться когда-нибудь опять назад. А еще больше. Нас хотят лишить нашего языка. Потому что русский язык почему-то стал ассоциироваться только с языком войны. И это неправда. Мы здесь говорим по-русски. И мы говорим о мире. Мы говорим слава Украине. Героям слава. Мы говорим свободу политзаключенным. Свободу политзаключенным. Мы говорим по-русски банду Путина под суд. Банду Путина под суд. И мы верим в то, что Россия будет свободной. Россия будет свободной. И главное, все то, что мы можем сделать сейчас, это поддержать Украину. Только благодаря победе Украины над путинским режимом мы сможем вернуться и в Россию. И увидеть Россию другой. И Россия станет равноправным членом международного сообщества. А до тех пор, пока Путин в Кремле и его банда правит страной, Россия, к сожалению, стала изгоем. Банду Путина под суд. Банду Путина под суд. Путина в Гагу. Путина в Гагу. Слава Украине. Слава Украине. Спасибо.